профессиональные я иногда думаю а вот чтобы если бы я сейчас была в юном возрасте там не знаю примерно 13 14 лет вот я родилась уже точно не в советском союзе в россии и вот мои родители путиноиды чтобы я делала я виню именно родителей я виню старшее поколение что они завели младшие в ад младшее поколение не виновата во чтобы я делал на во-первых во-первых родители говорят что путин молодец и папа пойдет на и слов представляете вы же любите родители башни морская что папа гандон правильно вы любите своих учителей ну как-никак это ваши действующие они вам тоже говорят что те кто пошли на и свой герой родины и вам не приходит в голову что родина заканчивается там где есть границ родины вы не можете переходить границ родины потому что ну вы же не оправдали гитлера что он пришел границы родины вы даже не можете провести параллель папы и фашиста потому что вы думаете что папа всегда прав и что делать дальше вы придете там не знаю куда нибудь друзьям и ваш друзья тоже имеет папа тоже такие же учителей тоже говорят что наша родина оказывается теперь заканчивается в Украине, а если Путин скажет, она будет заканчиваться, я знаю, в Польше или в Германии вас воспитывают неправильно, понимаете что бы я делала, вот если бы такая была мощная пропаганда, которая уже в 70-х годах ушла в 70-х годах можно было критиковать Брежнева или Черненко, или там кто там был Андропова, или там я прекрасно помню, что во время Ельцина говорили, что он у Каш я прекрасно помню, что в начале царствования Путина в Одноклассниках стебались над ним, были какие-то юморески, карикатуры, сами россияне говорили, что они живут плохо из-за Путина это был там, допустим, 2008 год 2005, 2002 все, вот сейчас россияне, вы попадаете в клетку что вы можете сделать? Ну я хочу сказать ну извините, у нас, например в 40-е годы было поколение, которое вынуждено было расслёбывать Сталина, правильно? потому что Сталин подписал с Гитлером пакт не нападения какого-то хуя они разрезали Европу типа обещая друг друга не нападать но Гитлер как бы не стал ждать, когда на него нападёт Сталин напал первым, знаете, бей первым да? Ну вот, иначе мы напали на Гитлера в принципе, я не против нападать на Гитлера на Гондона, ну короче, Сталин сидел и ждал был занят другими вещами Финляндии, Польши, да? такой подонок, короче, что вы можете сделать молодое поколение? включить мозг включить, у некоторых у вас внутри в коробке есть не только Путин и любовь к маме и к папе, но и мозг думайте про себя, нахуй вам СВО вы прекрасно понимаете, что у стран есть границы у стран есть права защищать себя и никогда вы не будете правы на чужой территории это первое второе, если вы хотите себе хорошей жизни, съебывайтесь, бегите у меня есть ролик, где русские, у меня слышали там украинские села, слышите, бегите вы должны бежать это решает все ваши проблемы представьте, что впереди у вас будет рак но если вы пойдете на другую, там, перейдете через дорогу, то у вас рака не будет вы хотите бороться с раком? или хотите, чтобы у вас рака не было? уходите из России, любыми путями абсолютно любыми всеми доступными средствами переходите в другую, в Казахстан уезжайте учите языки вы обладатель одного единственного языка который никому нахуй не нужен за границей поэтому учите языки учите учите тюркские языки учите там азиатские языки какие угодно учите языки ну, если вы хотите оставаться на своей родине то будьте, пожалуйста как бы решимы связывайтесь в телеграм-канале с РДК российский добровольческий корпус они, россияне, которые видят свое будущее без Путина не только без Путина а без его заместника без его кукол без его иерархии без ОМОНовцев ваша беда где в любом месте где вспыхивает восстание или там поднимается народ за Фургала появляется ОМОН это ужасно что свои пизят своих это ужасно что у вас есть какой-то пригожин который разбивает ваши же вертолеты это такая неразбериха в вашем обществе что нужно это все понимать что такое вообще у вас вообще слово хорошо уже не существует у вас все неправы поэтому я говорю связывайтесь с РДК связывайтесь с легионом свободной России связывайтесь с хочу жить связывайтесь ну, с партизанскими действуйте действуйте ну, что Путин это не проблема Украины